Первую ступеньку к успеху преодолели воспитанники детских домов и школы-интернатов Хабаровского края. На фестиваль концертных программ, который прошел на большой сцене, приехали дети из 15 районов края. Некоторые артисты с особенностями здоровья, но это не мешает им играть на инструментах, петь, танцевать. Репортаж Татьяны Репиной. Репортаж Татьяны Репиной. Репортаж Татьяны Репиной. На большой сцене артисты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Совгавани, Амурска, Хурбы, Николаевска. Виктория Гармаш разыгрывается перед выступлением в гримерке. Плохое зрение не мешает девочке перебирать струны и выступать на сцене. Постепенно я начала осваивать, осваивать. У меня еще на руках была напряжена, когда играла в бряцани. Но сейчас она стала у меня расслабляться и лады уже не больно зажимать. Помогает осваивать нотную грамоту на слух руководитель музыкального коллектива Надежда Захарчук. За пять лет ученики освоили балалайку, домру и фортепиано. Участие в фестивалях позволяет сохранять музыкальную форму. Главная цель педагога – подготовить особенных музыкантов к поступлению в училище для слабовидящих в Курске. Не бросают, что самое удивительное. Растут, я за них очень рада. Хотела бы, чтобы поступили в музыкальное училище. Это прям такая у нас мечта. Ну, чтобы хотя бы несколько человек поступило так. Всего в Краевом фестивале 14 номинаций. Дети пробуют себя в режиссуре, анимации, литературном и театральном творчестве. Жюри отсмотрели больше тысячи номеров в вочном и дистанционном формате. В прошлом году у нас победители были в Москве. На сцене Большого Кремлевского дворца ходили по Красной площади, поэтому это была масса впечатлений. После Краевого этапа видео лучших номеров отправят на разные всероссийские фестивали. Пройдя отборочные туры, артисты смогут бесплатно посетить столицу и покорить уже московскую сцену. Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния»